Привет! Сегодня о натрии и суставах. Натрий один из основных компонентов поваренной соли. О натрии и соли будет отдельное видео. Сейчас коротко о том, что касается здоровья суставов и хрящей, то есть опорно-двигательного аппарата. Итак, лишний натрий способствует отекам, внутренним и внешним, то есть задерживает жидкость. И много спортсменов-силовиков, вместо того, чтобы пить много воды, специально усиленно употребляют соль, чтобы вода задерживалась в суставах в качестве профилактики и выполняла роль амортизирующего буфера. Мол, тогда меньше риск травмы. И существует достаточно негативное последствие такого подхода. Условно говоря, вода не должна, так сказать, сверхъестественно, слишком концентрирована задерживаться то ли в больном отекшем, то ли в здоровом, достаточно наполненном водой суставе. А избыточный натрий за счет отеков и задержки жидкости будет именно это и делать, задерживать ее. Но ведь движение жидкости просто критически необходимо для обновления суставов и хрящей, потому что вода – это транспорт, который несет питательные вещества и, соответственно, выводит конечные продукты распада. То есть, фактически это будет препятствовать постоянному обновлению суставов и хрящей. По моему мнению, по этой же причине, образованию отеков и, соответственно, задержке воды, избыточный натрий является одним из основных факторов, способствующих увеличению мочевой кислоты, продукта распада пуринов, которых много в белковой пище. То есть, способствует их задержке вместо активного вывода. Поэтому, по моему мнению, соль активно способствует развитию артрита и подагры. И я считаю, что лучше отказаться от дополнительного, даже небольшого подсаливания и искусственно подсоленных продуктов, в том числе и магазинных, фактически от любого добавленного натрия и пить достаточно много воды. В результате этого, вода всегда будет в естественной концентрации присутствовать в суставе и нести питательные вещества к хрящам, одновременно наполняя их и хорошо выполняя роль амортизирующего буфера. Ну и, соответственно, забирая назад продукты распада. То есть, движение воды – это обновление хрящей и всего организма. И соль, по моему мнению, этому совсем даже не способствует. Натрий – важный минерал для человеческого организма и присутствует во всех продуктах питания. Любая пища имеет в своем составе натрий, и этого количества вполне достаточно для полноценного функционирования. Все дополнительно подсоленное – это отеки, и, соответственно, все негативное, что с этим ассоциируется. С большим количеством натрия связан еще один важный момент. Доказанный факт – люди, злоупотребляющие соленым, имеют повышенный риск получения переломов или трещин. Объяснение этому такое. Человеческий организм регулирует содержание натрия и кальция, используя один и тот же механизм. Поэтому, если человек употребляет соль или дополнительно подсоленные продукты, организм вынужден более усиленно выводить натрий, а вместе с ним и кальций. Из-за уменьшения уровня кальция снижается плотность костной ткани, что становится причиной развития остеопороза, соответственно, слабости костных структур и многочисленных переломов. Кроме того, в моче на фоне высокого уровня кальция и задержки жидкости начинают образовываться камни в мочевыводящих путях, что приводит к мочекаменной болезни. Итак, как видите, добавленный натрий – это отеки, это остеопороз, это подагра, это камни в почках и еще целая куча негативных для здоровья факторов. Я уже много лет не употребляю добавленный натрий. В моей диете всегда 30-40% белка при очень высокой калорийности, а после того, как начал пить много жидкости, 6 и более литров в день, у меня исчезли любые негативные ощущения в почках, отсутствуют какие-либо отеки. Всегда модельный вид, высокие как для моего возраста и как для натурального атлета силовые показатели. Я каждый день работаю с достаточно большим весом и у меня нет никаких проблем с опорно-двигательной системой. Думаю, этим видео я акцентировал ваше внимание на соли, то есть натрия, и вы сделаете правильное движение, хотя бы частично, в сторону уменьшения дополнительного употребления этого важного для нас минерала, но полезного только в определенной естественной концентрации. Оставьте дополнительный натрий сторонником марафонских дистанций. И такие субмаксимальные долговременные нагрузки имеют мало общего с долголетием и здоровьем опорно-двигательного аппарата. Спасибо за просмотр. В следующем, наверное, уже завершающем видео по этой теме, еще несколько слов о возрастных изменениях в суставах и хрящах.